здравствуйте я татьяна его на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина сегодня я коротко расскажу как вязала свой дорожный свитер это простейший джемпер свитер джемпер изделия регланом сверху так что я думаю здесь интересно будет новичкам не новичкам вряд ли вся суть и красота этого изделия в пряжи в чудесной пряжи под названием фрея состав давайте посмотрим хотя есть отдельный ролик 38 процентов хлопка 32 процента полиамид 17 процентов альпаки 13 процентов шерсти и цвет вот такой 50 граммов 205 метров мне понадобилось в общем была упаковка осталось два полных моточка и половинка 8 мотков мне понадобилось чтобы связать данный джемпер и так про пряжи скажу буквально два слова так как есть отдельный ролик но все же кто не хочет смотреть отдельный ролик я здесь подчеркну первый раз я увидела у блогера в ролике эту пряжу и у меня покорила во первых то с каким вкусом рассказывал человека пряжи и говорил какие невероятные ощущения дарит это пряжа телу и я там увидела что мотки буквально вот основная ниточка она буквально обволакивалась так нет значит альпака буквально обволакивала основную ниточку и когда мне лена орлова подарила пряжу фрея первое впечатление было именно таким цвет ягодный я обязательно что-то свяжу из нее на нее тоже есть отдельный ролик и лена предупредила что таня подсаживается осторожно вяжи изделия на размер на два больше потому что подсаживается альпака в общем-то свое дело знает я забыла сколько там процентов и и альпаки 17 вот 17 процентов альпаки но наверное шерстью сговорились и в общем то они шутят играют подсаживается хорошо потом когда лена мне подарила пряжу еще я увидела и не соотнесла именно эту пряжу стой фрей и даже стал готовить отдельный ролик а потом у меня как-то фрей фрей на языке фрей фрей я посмотрела свои ролики на канале грудь я же уже рассказывала о ней дело в том что это фрей вот эти матки совершенно другие нежели та фрейшка первая с которой я встретился которая по описаниям очень похожа на ту о которой рассказывают девочки тоже фрей тот же состав те же матки но здесь можно разглядеть ниточку и вот обволакивание но я почему-то считаю что альпакой она здесь не такое телефон не чумеем работаем она здесь есть но она не такое глубокое богатое скорее всего вот наверное правильно богатая как в первые ниточки и соответственно образец если там после первой стирки он не просто сел он подвалялся то здесь вот сколько я стирок провела я уже не помню и он все равно не достиг того эффекта валенка как в первом случае при первой стирке как будто сюда не доложили вот этого и вот самой альпаки которая обволакивает вот такое впечатление это не в минус я говорю просто городе на тот же артикул но какой же он разный мне это только на руку из ягодного я свяжу кардиганчик коротенький и там действительно хочется взять спицы побольше и там уже знаешь стирать аккуратно осторожно потому что ну точно подсядет это же как вот я не могу объяснить пряжа та но артикул совершенно другое опять же в хорошем смысле слова победнее вот этой вот дымки альпаковской дымки обволакивающей покажу поближе полотно которое получается никаких узоров я здесь не вытворяла просто лицевая гладь и шишибрики разноцветные рыженькие беленькие они норовили постоянно как пайетки до на изнаночную сторону но конечно же что-то и лицевой досталось безусловно и на изнаночной стороне тоже этих шишибриков море морской сейчас покажу по большому счету можно носить как на лицевую так и на изнаночную сторону изделия и прятать ниточки очень здорово вы знаете если связать узелочек раз-два-три и немножечко его так вот до влажными руками под шебуршить тут просто как бы очередная шеверюшки хотела найти где здесь присоединение ниточки я увожу всегда в бок в сторону но это буквально вот и не узелок в 1-2 завязывания как это на ворота а в 3-4 и после стирочки красиво его отрезать это просто очередная шеверюшка только и всего на изнаночной стороне нет я сейчас при всем желании не найду я не могу сказать какая пряжа мне нравится больше вот та где и клубочки меньше кажутся и вот этой дымки то альпаковской больше или вот здесь моя подруга который совершенно не вяжет значит который вяжет они постигают разные составы пряжи тоже интересно потому что как-то не было раньше таких фактур которые раскрываются от нам последние годы что и говорить и интересно полотно интересное а подруга которую не вяжет сказала что такое впечатление что джемперу 100 лет достался по наследству старенький уютненький хорошенький только и всего это был своего рода комплимент я хотела связать изделие которыми досталось как будто с чужого плеча мне в нем уютно тепло понимаете как никак гармония между изделием и человеком это то что мне надо всегда отвязанных вещей поэтому элементарный элементарный простейший простейший но мой 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 единственным украшением я хотела сделать мережки на рукавах это потом отказалась потому что ну украшать то что уже украшено понимаете не принимал меня душа теоретически мне казалось что это будет очень красиво я уже наметила некие мережки но вот но не вязались они даже стопор был мне на некоторое время в рукавах не вязались они мне а когда я оставила исключительно резинку и лицевую гладь все сразу все сложилось спицы рекомендуется 4 4 с половиной и когда я буду вязать из фрейшки другого артикула до такой вот если простейший крестьянский джемпер тот я называю изысканный такой кардиганчик у меня будет я возьму наверное даже 5 основное полотно может быть пять с половиной другая это пряжи там другая здесь же я вязала четверкой то есть по нижнему краешку хотя я люблю вязать по верхнему краешку по нижнему ну а резинки я вязала во всяком случае ворот и пока я еще помню что надо спицы меньшего размера на рукавах я потом уже как пойдет я могу связать этим же номером дорого не взять вот 375 резиночку я выбрала 3 на 3 2 на 2 не захотела ну что просто для разнообразия да моя любимая резиночка сейчас 2 на 1 особенно носочках вот иногда но 2 на 1 когда ворот будет выворачиваться отворачиваться на другую сторону рисунок будет немножко меняться а мне хотелось чтобы хоть во внутрь я загибал свой ворот хоть вовне чтобы резиночка оставалась ну одного фасона что ли одного рисунка резинка одного рисунка я сегодня гений слова опять все записи которые я нашла соответствуют для свитера для джемпера для своего не знаю в общем для изделия у меня только вот я ничего не записывала у меня как-то последнее время изделия очень растянутого времени но я по памяти могу сказать что на 120 когда я набрала распределила следующим образом по 2 петли на регланную линию по 10 на рукава 50 на переднюю часть 42 на спинке почему 42 транспортируется 48 а просто когда мы будем вязать углубление по спинке и куролезть по рукавам у нас 42 превратятся 48 то есть можно их сравнять можно их сравнять 50 и 50 сделать я все-таки оставила хотя это оверсайз на 2 петелки побольше и вот так как 42 я знаю сколько я бродила по спине 42 43 44 раз 45 46 24 7 48 я могу смело сказать что на спине я туда и суды кого три раза я говорю если четвертый раз мы сделаем тогда 49 50 мы сравняем как угодно и я люблю на спине идти тем ритмом которые вот если у меня резинка была 2 на 2 я бы значит по 2 петельки брала первый раз так как резинка 3 на 3 вот это я уже сейчас в тканей но не 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 усмотрю я как бы я сейчас сделала то есть я говорю примерные вещи и я не записал но моя логика очень часто такая 336 я могла 369 еще взять на спинке смотрите какое углубление смотря какое углубление нам надо здесь уже каждый идет своим очередом соответственно три точки разворота на рукавах делать это несложно через каждые петельки как угодно но когда я по спине бродила и с этой стороны да я брала по 3 петельки когда я перешла на переднюю часть я несколько раз взяла по 2 петельки несмотря на то что резинка 3 на 3 так как на передней части я люблю не меньше 7 точек разворота 7 больше можно меньше мне не очень нравится то есть 1 2 3 4 5 6 7 я сейчас точно не скажу сколько я два раза бродил сколько раз я бродила по 3 я могла 4 раза по 2 взять и 3 раза по 3 или могла 4 3 раза по 2 4 раза по 3 здесь особо не меняется смотрите какое углубление желаете вы если взять вот то значит место где вообще петли не захватывались ее может быть не быть кто-то прям самой серединке петли забирает в данном случае это не мой случай и параллельно вот так вот приложить спицу там я не знаю любой вот он мой уголочек прорисовывается мне достаточно было в данном изделие именно такого углубления кому нужно больше конечно же делаем больше потому что здесь еще остается очень и очень много места для того чтобы развернуться совершенно в углубление другого размера у меня идет ложная кетлевка я надеюсь вот ее видно я так уже так разворачиваю вот она прям вот ее можно проследить просмотреть цвет такой не очень любит сниматься ложная кетлевочка это полая часть нужна мне для того что мне вообще горловина буду ее отгибать в эту сторону гибать ту сторону вообще не отгибать да вот так гармошкой носить и неважно если она со временем вдруг вообще я ожидаю то чтобы потихоньку подсаживаться подсаживаться но если вдруг горловина будет несмотря на желаемое мной такой некая небрежность да какой-то там кто-то мужчин большого размера поносил и мне дал поносить если уж очень сильно она будет растягиваться в эту вот полость можно проложить спандекс в общем здесь кетлевка не знаю как ее показать можно проложить спандекс и немножечко немножечко сузить голове навязала 18 сантиметров но после стирки и потянула мне кажется сейчас 20 может быть даже больше кстати одна женщина писал таня мне отнеселась фрейджемпер у меня даже он растянул 19 с ложный так это я показываю да как хорошо и показано верить на на слово сейчас 19 а с кетлевочкой даже все 20 и вот мне писали что у кого-то даже растянулся джемпер ну пусть растягиваться сколько угодно то что я хотела очень сильно оверсайз потом просто свободник со свободой облегания связала а так сказать страх то что он подсядет я как бы подстраховалась а то что если он будет растягиваться пусть растягивается он будет поздно содержит вас или каскадь поддерживать мою концепцию джемпер с чужого плеча так ну а дальше классика жанра я уже какой раз говорю что пока на плечик сажается до сколько-то сантиметров прибавляю в каждом втором ряду прибавки что на тело что на рукава потом очень долгое время прибавляю в каждом третьем ряду что на тело что на рукава а потом некий кусочек когда начинается зона груди но оверсайз там немножечко другое сказать может снижено быть я сюда опять в каждом втором а в рукава не прибавляю совсем ли прибавляю гораздо реже в каждом втором в каждом третьем в каждом втором никак не прибавляю и отделяю рукава вижу общая длина мне 67 сантиметров но если потянуть 70 будет здесь хотела 80 узнать как то очень хорошо вот все таки это зависит еще действительно от полотна полотно то тоненькая тоненькой тепленькой я не стала делать и 80 меня где-то 75 получилось закончил тоже резинкой внизу такой же и рукава достаточно необычно сантиметров 40 но тут я 40-40 очень большую резинку связала чтобы был запас если вдруг рукав сядет то буду носить без отворота если рукав не сядет буду носить с отворотом при переходе основного полотна на резинку я и на передней части равномерно убрала 10 петель то же самое на другой стороне 10 теперь это совершенно незаметно перешла на спицы меньшего размера опять на 4 на 3 75 провязала один ряд провязала изнаночные так очень нравится последнее время и закрыла простым бабушкиным способом резинка здесь но не резинка это просто некий такой вот смена рисунка только всего не держит резинку на рукавах при переходе с основного полотна на резинку я тоже подубавила капельку капельку я подубавил совершенно незначительное количество петель можно было может быть оставлять так широкая у меня здесь если по руке то мне еще нужно было убавлять я оставил вот все такое знаете говорю у кого-то был старый свитер он мне понравился дай поносите разочек на может я не буду возвращать можно вот так вот я вязала себе этот джемпер думала все сказал нет про подрез забыла 13 петель у меня на подрез положено конечно здесь зависит от того какая ширина нужно потому что подрез придает ширину и основном полотну и рукаву безусловно поэтому здесь уже нужно исходить своих желаний предпочтений я как бы не ругали треугольник подрезы вывезла и потом уже не убавляла никакие убавки не делала кто противник треугольничка подреза до делает убавки равномерно вообще не делает убавки делает прибавки здесь уже делал каждого я по старинке вижу я не знаю когда я перейду со старинки на новинку когда перейду потом не остануешь пока я с треугольничком подреза очень дружу и мне все это нравится но мне осталось только искренне благодарить лену орлову за шикарный подарок конечно работа с подобной пряжей вот даже для интереса для интереса какой-то человек который вяжет любитель конечно я не профессионал ни в коем случае любитель но тем не менее попробовать такую фактуру дорогого стоит я с интересом буду наблюдать как будет вести себя изделие в эксплуатации да с огромным удовольствием свяжусь другой фрешки вообще-то повторюсь но мне напоминает это два разных артикула и такое ощущение что вы среди этих составляющих которые указаны в этом артикуле чего-то не доложили или переложили в процентном отношении одного а в том артикуле чего-то тоже не доложили или приложили процентном отношении другого это совершенно разные пряжи одно их роднит комфорт невероятный комфорт вот колется ли не колется мне совершенно не колется вроде шерсти изда вроде альпакушка мне совершенно не колется кроме того если сейчас сравню вот ощущение мне не хочется никаких футболок там подделок да если сейчас сравню это когда я наряжаюсь у него такое ощущение что я в любимой пижаме скажу ну ты даешь ты ивановскую кулирку там сравнила с пряжей такого уровня даю но я хочу сказать о своих ощущениях о комфорте которые вызывают у меня то что пижама это моя любовь очень уютный комфортно. И вот в этом джампере невероятный комфорт. Тебя как-то, как будто и хлопок, и шерсть, и альпака обволакивают, и говорят, ты не замерзнешь. Всё, сейчас согреем, и тебе будет комфортно. В нём не жарит, не парит, не холодно. Он какой-то очень-очень комфортный. Он как будто, знаете, вот дозу какую-то, я ещё, конечно, проверила его, ну, во времени, но у меня такого ощущения не было, никакого изделия. Вот он как-то согрел до определённой температуры, и как будто он выключил. Всё, хватит. Больше согревать не надо. Вот как это объяснить, я не знаю, но пряжа невероятно комфортная. Поэтому я рада, что я увидела фрейшку в двух разных, так сказать, ипостасях. Вот эту бедноватую, скудноватую на я не знаю, как это вот, на пыление-то. И та, которая меня ещё ждёт в своей очереди, если я там переживала, хватит, пряжи не хватит, ведь такие моточки, не успела начать вязать образец, как уже моточек чуть ли не испарился. Вот здесь я вязала спокойно, я знаю, что останется. Останется, и я обязательно скомбинирую. Я хочу эту пряжу скомбинировать с другой, и такой вот колорблощный какой-то, может полосатик, может колорблощный. Должна идея прийти, я не знаю, как это ответить. Но невероятно, невероятный комфорт. Я не знаю, будут ли такие ощущения от той фрейшки, не знаю, но от этой невероятный комфорт. И вот ощущение, да, может быть, он не такой огромный, как я хотела связать, но примерки показывать, а больше не надо. Таня, вот остановись вот здесь, вот так вот, вот так вот стопе. Поэтому я иду всегда за примерками, расчеты мне не помогают. Максимум моих расчетов, это я, знаете, в голове держу сколько петель на одном рукавочке, чтобы столько же петель в другом рукавочке. Вот пока, может быть, у меня и рукавочки-то будут разные со временем, не знаю, были. Поэтому не вот уж оверсайзище, но свободный. То, что рукава длинноватые, само изделие длинноватые, это у нас запасно подсядет. Не подсядет и ладно. Не подсядет и ладно, пусть такое впечатление, что это с чужого плеча, будет всегда. Огромное спасибо тебе, мой добрый зритель, за внимание. Вяжи, всегда соотноси изделие с собой в радость тогда, когда себя видишь в изделии. Когда себя видишь в изделии, это радость. Когда изделие даже самое супер-пупер, замечательное, но оно не твое, да, оно и будет не твоим. Поэтому всем я желаю приятных повезушек, очень хороших впечатлений от того, что получается, и чтобы наши изделия радовали. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут.